МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Терна была старенькая, весьма изношенная. Как проходит благоустройство в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» расскажем в ближайшее время. Этот вопрос относится ко всем управляющим компаниям. Эту работу, понятно, что она всем надоела. Ее надо возобновить. Глава округа провел встречу с жителями в режиме онлайн. Как-то волнительно стоять сейчас среди столько народу. В люберетских школах прошли выпускные вечера. Мы впервые пришли в парк, увидели, что вход на аттракционы по QR-кодам. Как в период ограничений будут проводить выходные в парках округа, расскажем в финале. А теперь подробнее об этих и других новостях. Владимир Путин провел ежегодную прямую линию. В подобном формате глава государства ответил на вопросы россиян уже в 18-й раз. Наш корреспондент Луиза Егезерян собрала основные тезисы беседы президента с жителями страны. Если обозначить главную тему прямой линии 2021, то это, безусловно, вакцинация. Самое большое количество вопросов связано с прививочной кампанией в стране. В частности, россиян интересует, какой именно препарат выбрал сам президент. Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакциной перед другой. Но я вижу, что вопросов действительно очень много. Особенно я с врачами это даже не советовался. Я смотрел и по своим знакомым, кто чего там делает, и принял для себя решение привиться спутником ВИ. Еще одна популярная тема в блоке – вакцинация противопоказания. Ответы на многие вопросы Владимир Путин дал, изучая конкретные примеры. Моя супруга, преподаватель в одной из московских школ, имеет медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Но руководитель, директор школы, не принимает этот медицинский отвод и требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации. В противном случае ее обещают уволить. Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Массовая вакцинация не затмила и ряд других социально важных тем. Отвечая на вопросы россиян, глава государства говорил о первостепенных задачах властей. Среди них снижение уровня инфляции и безработицы. Во время прямой линии затронули тему социальных пособий и обсудили меры поддержки семей с детьми. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу. Потому что в соответствии с законом дети могут идти не с 7 лет, а с 6. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет в какой-то семье, а в какой-то семье ребенок не пойдет с 6 лет. Естественно, в правительстве возник вопрос. Ну а как люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет? Всем, в том числе и в семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Новые меры поддержки вводятся и для малообеспеченных граждан. На днях Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги у малоимущих должников, в том числе и за кредиты. После всех взысканий у человека должна остаться на счету минимальная зарплата. В Московской области приступили к реализации проекта «Социальный контракт». Это новая мера поддержки малоимущих семей и одиноких граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, то есть 13 580 рублей. Заявитель имеет право заключить соглашение с органами социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания в Московской области. Социальным контрактам предусмотрены выплаты от 45 тысяч до 250 тысяч. Суммы, в общем-то, приличные, чтобы помочь семьям малоимущим выйти из трудной жизненной ситуации. Получатель может потратить деньги на поиск работы, профессиональное обучение, открытие либо расширение своего бизнеса, а также на покупку товаров первой необходимости, лекарств, обуви, одежды или школьных товаров. Заявление на заключение социального контракта принимают в Управлении соцзащиты, в МФЦ и на региональном портале госуслуг. Газ в каждый дом. Владимир Ружицкий встретился с жителями деревни Матяково. Темой обсуждения стала президентская программа социальной газификации. О том, что это такое и как подключить газ в дом, расскажет наш корреспондент. Что будет в первую очередь в газификации? Пожалуйста, вот эту информацию предоставьте. Красивая новая. Да, мы таксиракачиваем. На листах информация об условиях проведения газа. Стать участниками президентской программы могут собственники домов 19 населенных пунктов округа. Дегазификацию проводят в тех местах, где уже есть магистральный газ. Что такое услуга дегазификации? Есть жилой дом. Вот Мособлгаз за бюджетные деньги, за государственные деньги, в рамках поручения президента и выполнения дегазификации подводит магистральный или внутриквартальный газопровод до границы раздела. Если раньше подключение занимало до пяти месяцев, то сейчас работы проводят за 15 дней. Президентская программа пока не распространяется на СНТ. Социальная газификация до границы участка выполняется бесплатно. Внутри частной территории за счет собственников. Сегодня Мособлгаз разработал программу, которая у них на сайте полностью опубликована. Каждый сегодня житель может зайти в эту программу, она называется калькулятор, и просчитать предварительные затраты, которые ему необходимо будет оплатить за услугу. График встреч с жителями по обсуждению программы размещен на сайте администрации Люберец. Узнать подробную информацию о социальной газификации можно по номеру горячей линии. 8 800 100 75 75. В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур отчитались перед главой городского округа о проделанной работе. Подробнее смотрите в нашем сюжете. С 21 по 27 июня в Люберцах зафиксировали 5 возгораний. Одно из них – природное в районе СНТ «Березка». Пожар произошел на двух участках. Обгорели хвойные деревья. На них задействовано было 20 единиц водоподающей техники, 5 специальной техники. Авиация от МЧС сделала 46 бросов по 5 тонн воды. Происходит дотушивание. И планируемое время завершения работы – это 30 июня. Возгорания в лесу возникают из-за аномальной жары, а также халатности отдыхающих. Люберчаны гостей округа призвали быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Напомнили горожанам и об эпидемиологической безопасности. В Люберцах вакцинироваться от коронавируса можно в поликлинических и стационарных отделениях. Прививочные пункты работают в торговых центрах, МФЦ и клубе «Активное долголетие». По всем вопросам, связанным с вакцинацией, можно обращаться на горячую линию 122. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Вместо классического костюма спортивный, так кататься на велосипеде удобнее, ведь впереди большие расстояния. Чтобы своими глазами увидеть, в какой городской среде живут люберчане, глава округа провел велообъезд. Вместе с сотрудниками администрации прокатились мои коллеги. Начало пути – Быковское шоссе. Яма на дорогах и некошенная трава – не единственное, на что жалуются горожане. Изношенная лестница на крыльце дома номер 33 – препятствие для старшего поколения, родителей с колясками или жителей с велосипедами. Мы вам дадим струк. Если это не будет выполнено, мы вас оттуда просто выгоним. Следующей точкой маршрута стала аллея имени Локтионова. Жители близ стоящих домов выходят сюда на прогулку. Однако ходить по неухоженному парку горожанам неприятно. Аллее не хватает лоска. Это признают и жители, и сотрудники администрации. Обустую, взять по-новому. Ну, как делается сейчас современно. Отчет такое предложение. Да, и тогда совершенно другая будет история. Хорошая аллея, она напрашивается. Ухода требует и детская площадка во дворе дома номер 42 на Быковском шоссе. Новые малые архитектурные формы уже украшены вандальскими граффити. Объективно и откровенно, то я бы сказал, в целом ситуация на МЭЗе и в Малаховке, как это ни прискорбно, но она не удовлетворительная. Здесь гораздо хуже, чем в Люберцах. Хуже, чем поселок Октябрьский. В план капремонтов на 2022 год администрация округа возьмет проезды на МЭЗе. Общий вывод уже ясен. Малаховка требует пристального внимания и управленческих решений. Я хотел бы сказать слово благодарности нашим жителям, которые, по крайней мере, неравнодушны. И нам сигнализируют, говорят, мы обращаем внимание и стараемся, по крайней мере, что как-то эти вопросы подтянуть. Но, повторяюсь, здесь, в Малаховке, работают, скажу так, непочатый край. Одна из достопримечательностей посёлка – парк Малаховское озеро. Место для отдыха открыли в 2020 году. Газон, туалетные кабинки, бордюры. Глава округа увидел, как содержит парк и пообщался с жителями. Есть какие-то замечания по парку? Мне очень нравится, всё красиво. Последняя остановка – станция Малаховка. Старый переход, изношенные дороги и мусор. Первое, что видят гости и жители посёлка, сойдя с электрички. Навести порядок, как-то, скажем, это всё сняли. Что такое повесить? Проверку на велосипедах проводят с 2020 года. Проинспектировать как можно больше адресов за короткое время – смысл велообъезда. Ведь это быстро, удобно и полезно для здоровья. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Удобные дворы и детские площадки – то, что важно для каждого жителя. В округе проинспектировали придомовые территории. На этих участках проводят благоустройство в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда». Во дворах побывали и мы. По новому покрытию сделали вход в дверь. Чуть налих не откроется дверь. Как-то зафиксируют. Поставим на контроль. Между домами на улице Новая, 26 и Зелёный переулок, 20 – будущий комфортабельный двор. Но уже на начальном этапе ремонта у люберчан возникли вопросы. Метру ливневой канализации, но вообще проблема на сквозь бонус. К сожалению, у нас огромные площади, но мы в таких случаях локальные решения подыскиваем. Новый асфальт на новой улице. Не только во дворе, но и на проезжей части. Однако теперь необходимы лежачие полицейские. Увлёкшись ровной дорогой, водители превышают скорость. Также для жителей домов обустроили парковки. По плану установить детскую площадку. Приятную зону отдыха ждут жители дома номер 27 на улице Шевляково. Это один из самых наших крупных дворов. Также комплексно благоустроено 3000 квадратных метров проезжей части. 638 квадратных метров новых парковочных мест. Не удаляя какие-то деревья или зелёные насаждения, не на себя вред. Здесь будут зоны отдыха для юных и взрослых люберчан. Установка малых архитектурных форм и озеленение. Следующий этап благоустройства. Отслужившие свой век качели и песочницу убрали. Вместо старой детской площадки оборудуют новую, современную. Она была старенькая, весьма изношенная, в своё время недоделанная. Её сделали с четырьмя входами. И она оказалась проходной. Инспектирование территорий – это всегда общение с горожанами. Местные жители пожаловались на заборы и старые бетонные плиты. Строительный мусор лежит на Шевляково уже два года. Как только по соседству открыли многоквартирный дом. По желанию обязательно учтём, уберём старые бетонные блоки. Мы договорились сегодня с жителями, что будем открывать вместе с ними двор. Двор получается красивый. Можно похвастаться и показать всем жителям Подмосковья, как должны делаться дворы. Если мы что-то делаем, мы делаем исходя из пожеланий жителей. И даже благоустройство, вот я сегодня уже жителям рассказывал, если совсем недавно закончилось у нас голосование на федеральном портале по общественным пространствам, у нас их в Люберцах было 12. В июле 2021 года начнётся голосование по общественным территориям, которые отремонтируют в следующем году. Благоустройство дворов на улицах Новая и Шевляково завершат к 31 августа этого года. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. К отопительному сезону готовы. Владимир Ружицкий проверил работу котельной в Томилине. На инспектирование побывала Айтадж Чирагова. 16 жилых домов и 4 медицинских учреждения обслуживает котельная на Пионерской. Она обеспечивает горячей водой и теплом с 2005 года. Сейчас в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону здесь проводят профилактические работы. Первое, мы подготавливаем котельные источники, чтобы они в отопительный период были готовы к подаче теплоэнергии. Также у нас проходит гидравлическая опрессовка внутриквартальных тепловых сетей. На балансе у Люберецкой теплосети находятся 68 котельных, 90 центральных и 6 индивидуальных тепловых пунктов. Также это 244,1 километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Зима – это некое испытание для наших коммунальщиков. И когда в квартирах холодно, люди очень, скажем, на себе ощущают и эмоционально подходят, если что-то не так с теплом. Поэтому наша задача в летний период подготовить наш тепловой комплекс, котельные. В котельной выполнили чистку теплообменников, ревизию насосов и задвижек и проверку приборов измерения. Готовность котельной в Томилине к следующему отопительному периоду – 100%. В Томилине в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» на улице Гаршина выполнили ремонт подъездов. Глава округа пообщался с жителями и узнал, довольны ли они работой управляющей компанией. Подробнее расскажет наш корреспондент. Покраска стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов и плитки. Эти работы проводят в подъездах дома номер один на улице Гаршина. Свисающие провода уберут в короба. Лестничные площадки теперь будут выглядеть аккуратнее. Стоит задача до, по крайней мере, до сентября месяца с подъездами завершить и закончить эти ремонты. Здесь есть, скажем, где-то недельное отставание в силу разных причин. Здесь объяснение есть, что провода, слаботочка, они так были проложены. Сейчас эти вопросы поправляют. По ремонту подъездов у жителей нареканий нет. А вот содержание лестничных клеток и дворов оставляет желать лучшего. В подъездах всегда мусор. На лавках шумные компании распивают спиртные напитки. Между шестым и седьмым корпусом, у меня на седьмой корпус окна выходят. Вы знаете, такая грязь, такая грязь. Сереж, Владимир Петрович, я сегодня, если есть время, готов с вами выйти. Эти вопросы мы опять же поправим, потому что лето, траву надо косить, есть мусор, его надо убирать. Есть вопросы, связанные с содержанием дома, и тоже не везде порядок приятный. Но наша задача – ориентироваться на жителей, с жителями общаться, прислушиваться, заставлять управляющую компанию, те, кто работают на территории, просто работать. Возле шестого корпуса дома 9А на улице Гаршина детская площадка. Вместо аккуратной клумбы оборваны однолетники, грунт и мусор. Обслуживает территорию управляющая компания – содействие. Мы критику восприняли положительно, мы будем исправляться. Да, реально. То есть проблема такая есть, потому что действительно в организации очень много людей заболело на момент, к сожалению, весь июнь. Для решения вопросов администрация округа и управляющая компания составят графики встреч с жителями. Айтадж Чирагова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пришлось вернуть пандемийный формат встречи. Вопросы главе поступали по телефону прямого эфира и через социальные сети. Подробности в сюжете Луизы Гезарян. Пишут год назад, это Семен Владимирович Петров, год назад наша семья переболела коронавирусом. Плюс ко всему у меня есть медицинский отвод по показаниям от привык от коронавируса. Будет мне выдан QR-код и могу ли я предстоять в учреждения МФЦ, парки, магазины и прочее? Нет. Если вы год назад переболели, то это не мешает вакцинироваться. Если у вас есть противопоказания, значит, вам надо оставаться дома. Вот такая ситуация сегодня пока. Ситуация неутешительна и по количеству зараженных, и по симптоматике болезней. Из-за нового всплеска коронавируса в округе экстренно оборудуют ковидный госпиталь на базе ФОКа. Об этом Владимир Ружицкий говорил в начале встречи с жителями. Сегодня все работы завершены. Сегодня в ночь наши медики начинают расстановку оборудования. В течение двух-трех дней он начнет работать и принимать больных. Вновь стал актуальным вопрос дезинфекции подъезда. В жители Октябрьского просят усилить контроль за работой управляющих компаний в этом направлении. Этот вопрос относится ко всем управляющим компаниям. Эту работу, понятно, что она всем надоела. Ее надо возобновить. Обратили внимание и на содержание территории. Несколько вопросов коснулось благоустройства поселка Томилино. Кроме того, жители затронули темы, связанные с работой общественного транспорта и состоянием дорог. Тротуарная дорожка вдоль улицы 8 марта от остановки улицы Шевлякова в сторону станции Ухтовская до домов 43 и 43 А. Поручение по итогам встречи получили также сотрудники управления ЖКХ и торговли. Выполнение пожеланий жителей глава округа взял под личный контроль. Сотрудники почтовых отделений городского округа Люберцы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. 25 человек посетили прививочный пункт во главе с руководителем Люберецкого почтампа Евгением Егоренковым. На сегодняшний день уже около 800 представителей организации совершили весь процесс иммунизации. А это 74% от общего количества сотрудников. Мы работаем с населением, непосредственно в каждый дом входим, в каждый дом принимаем участие. Также работаем на бэк-зоне, в которой приходят к нам люди. Безопасность должна быть прежде всего. И наши сотрудники в первых рядах должны пройти вакцинацию, чтобы обеспечить безопасность и коллективного иммунитета, который должен быть на предприятии. Согласно всем постановлениям санитарного врача и предписаниям Роспотребнадзора. Мы четко их выполняем. Напомню, сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлинических отделениях. Кроме того, в городском округе открыто 10 стационарных пунктов вакцинации. Адреса и графики работы размещены на сайтах администрации и Люберецкой областной больницы, а также в социальных сетях. В деревне Марусино продолжается строительство дополнительного корпуса к школе номер 59. Подробнее смотрите в сюжете. Число первоклассников растет и мест в школах становится меньше. На помощь Люберецкой системе образования пришла губернаторская программа строительства новых школ. В 2019 году решили открыть новый корпус в Марусине. Строительство начали в прошлом году. Строительный холдинг сейчас заканчивает монолитные работы. Делаются перекрытия четвертого этажа и заливаются парапеты. Внутри ведется отделка, уже шпаклюются стены. Техника для подключения водоснабжения, канализации и противопожарной системы только на этапе поставки. По некоторым видам работы главу округа уже возникли вопросы. Строительство первого и второго этажей завершены только на 80%, а впереди еще два этажа. Только после этих работ можно приступить к крыше. Когда мы приступим к крови? Как сватая, решите и сразу. А? Сватая, решите и сразу. Решим и сватая, значит, коль тут проспали эти парни. Общая площадь объекта – 8766,5 квадратных метров. В четырехэтажном здании расположатся актовые спортивные залы, столовая и медицинский центр. На входе в корпус установят пандусы. Уже в этом году средние и старшие классы будут учиться отдельно от младшей школы в новом корпусе. Срок окончания строительства – 30 августа. Это крайне трудно. Понятно, что сегодня готовность школы где-то в пределах 50%. Но здесь люди есть, силы есть. В целом материалы закуплены. И если режим работы тут не мешает, он будет организован двухсменным, а по целому ряду работ трехсменным, то есть работа круглосуточная, то есть все шансы этот объект завершить. Последний этап строительства – благоустройство. Кустарники, деревья и ландшафтные светильники украсят территорию школы. Айтадж Чирагова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ясли-сад для самых маленьких уже полгода работает в поселке Вуги. Как проводят время воспитанники и с каким настроением сюда идут, выясняла наша съемочная группа. Новый Ясли-сад начал работу в марте. Сейчас в него ходят 40 малышей. Многие уже полностью адаптировались и чувствуют себя как дома. Двухлетнего Кирилла Бутакова мама с трудом уговаривает вечером пойти домой. Недавно нам звонили, предлагали место из муниципального садика, потому что подошла наша очередь. Но мы отказались. Отсюда мы не уйдем ни за что на свете, потому что садик чудесный. Воспитатели замечательные. Ребенок обожает сюда ходить. Садик рассчитан на 120 мест. Пока группы только ясельные – от полутора до трех лет. Но планируется, что воспитанники будут посещать полюбившийся сад до самой школы. Глава округа Владимир Ружицкий проверил обустройство нового детского сада. Я даже предложил начальнику управления образованием, наверное, на базе этого садика провести некий семинар и показать нашим заведующим, воспитателям, как можно, скажем, из достаточно скромных условий, потому что здание старое, сделать нечто, которое у нас на сегодняшний день в Люберцах просто нет. Реконструкция здания длилась почти год. Половину денежных средств выделили из регионального бюджета в рамках национальной программы «Демография». На территории сада построили две площадки для прогулок, закупили новое оборудование для занятий. Мы поменяли трубы, мы поставили новые батареи, мы поставили очистительную систему для воды, чтобы наши детки пили воду чистую. У нас своя отопительная станция для того, чтобы мы могли включить деткам тепло заранее. Сейчас в муниципальных садах ясельных групп не хватает. Тогда на помощь приходят такие детские центры. К первому сентября в планах полностью набрать группы. А новые игрушки уже ждут своих друзей. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще восемь юных жителей городского округа Люберцы стали полноправными гражданами Российской Федерации. Церемония вручения паспортов состоялась в картинной галерее. Получать первые документы в торжественной обстановке юноши и девушки пришли вместе с родителями. Волнение, то, что вступает в новую жизнь. Полноправный гражданин России, я этим горжусь. С очередным важным этапом жизни юношей и девушек поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Паспорт это документ, который в принципе обязывает неким законодательным актам, которые приняты в Российской Федерации, им следовать. То есть паспорт это, если хотите, некая гордость за то, что вы являетесь гражданами великой страны. Вместе с паспортом юным люберчанам вручили поздравительные адреса губернатора Московской области и главы городского округа Люберцы. Получать первый документ в торжественной обстановке могут все подростки. Для этого при подаче заявления в МФЦ необходимо сообщить о своем пожелании. В школах городского округа Люберцы прошли выпускные вечера. В этом году аттестаты зрелости получили более 1300 юношей и девушек. Наша съемочная группа побывала на торжественном празднике в гимназии номер 56. Последние приготовления перед главным школьным вечером. Выпускники репетируют вальса у фотозоны очереди из желающих сделать памятное фото. Волнуются не только виновники торжества, но и родители. Для них этот день не менее знаменательный. Мне казалось, что только недавно был первый класс, а уже прошло 11 лет. Прошли ЕГЭ, ждем результаты. Впереди высшее заведение. Не передаваем ощущение такого какого-то эйфории, наверное. Первый этап закончен. Как-то волнительно стоять сейчас среди столько народу. Все внимание приковано к ним. Со всех сторон фото и видеокамеры. К этому дню с особым трепетом готовились выпускницы. Это видно по их безупречным образом. Это заняло достаточно много времени. Подбирали долго, несколько месяцев точно платье. Каждый из нас выбирал. Тяжелый процесс довольно-таки. Выбора много, да. Глаза разбегаются. Глаза разбегаются. Не знаю, что надеть. В один раз тяжело, так сказать, выбрать свое платье. Торжественная часть выпускного вечера началась с гимна Российской Федерации. И с поздравлений в адрес юноши и девушек, у которых начинается новый жизненный этап. Впереди увлекательный период студенчества, знакомства, любовь. Искренне желаю вам жить, наслаждаться, радоваться. Искренне желаю, что у вас все получилось. Поэтому, ребята, в добрый путь. Мы вас верим. Самыми первыми на сцену вышли пять выпускников, которые претендуют на медали за особые успехи в учебе. Все зависит от результатов ЕГЭ по необязательным предметам. Но уже сейчас этих ребят называют гордостью гимназии. Благодарственное письмо главы муниципального образования городского округа Люберцы вручается Акимову Александру Васильевичу, проявившему выдающейся способности в области образования, искусства и сбороков. Всего в этом году 56-я гимназия попрощается с 45-ю воспитанниками. Педагоги назвали этот выпуск олимпийской сборной. Многие из этих уже бывших школьников внесли большой вклад в копилку достижений родной гимназии. Мы привыкли гордиться школой. Мы уверены, что нигде лучше наше, честное слово, школы нет на большой земле. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Из-за сложной эпидемиологической ситуации новые ограничительные меры ввели в Подмосковье по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. С 28 июня парки Люберец стали работать по новым правилам. Что нельзя, а что можно, выясняла наша съемочная группа. Волна ограничений добралась и до Люберец. Гулять в парках можно, но развлечения доступны не все. Теперь закрыты лодочные станции, и прокатиться по водной глади пока не удастся. Но есть другие занятия. Поиграть в мяч или в бомбинтон. Приятные активности и для взрослых, и для детей. Главное соблюдать социальную дистанцию. Хорошо, что в Люберецких парках для этого много места. Главным нововведением стали личные QR-коды, которые подтверждают вакцинацию или недавно перенесенный COVID-19. Они нужны в кафе и ресторанах. Пройти на аттракцион в парке теперь тоже можно только с заветным значком в смартфоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте ваш QR-код. Пожалуйста. Спасибо. Ограничение введено и на аттракцион может войти только посетитель с QR-кодом. На детей до 18 лет такое ограничение не распространяется. Парки работают с соблюдением всех санитарных норм. Сотрудники в масках, все оборудование обрабатывается антисептиком. Мы впервые пришли в парк, увидели, что вход на аттракционы по QR-кодам. Вполне задумались о том, что, возможно, стоит привиться, чтобы получать то, чего сейчас будет не хватать. Аттракционы, кафе и прочее. Мы вот так выходим посидеть иногда, когда выходной, собакой погулять. Так мы, в принципе, на площадке иногда туда в парк ходим, где спортивные такие, всякие качалки. Покормить птиц в парках тоже никто не запрещает. Пернатые всегда рады гостям. Детские спортивные площадки открыты. Друзья Николая Карлак и Шамиль Ушаков каждый день приходят в парк «Малаховское озеро» для занятий уличной гимнастикой. Приходим, гуляем. Но в большинстве случаев мы приходим на турники, чтобы улучшить форму. С друзьями, у нас человек 5-6. Приходим, тут занимаемся. И все, потом выходим домой. Отдохнуть можно только на скамейках. Беседки решено закрыть, чтобы ограничить пикниковые посиделки. Некоторые приходят на «Малаховское озеро» порыбачить. Виктор Лазаренко проводит на водоеме по несколько часов. Говорит, улов небольшой. Но главное не результат, а процесс. Самый лучший отдых после шахмата. Похожие развлечения можно найти и в других парках округа. Правда, погода в выходные обещает быть непредсказуемой. Не забудьте взять зонтик. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 1 июля считается днем изобретения солнцезащитных очков. Именно к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Да и сезон отпусков не за горами. Как выбрать качественные очки и не переплатить ответы в нашем сюжете? Первые солнцезащитные очки стали носить еще в 17 веке. Этот летний аксессуар и сегодня весьма актуален. Екатерина Зайцева собирается в отпуск и озадачена поиском новых солнцезащитных очков. Ей хочется выбрать не только модную вещь, но и качественную. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашей оптике. Меня зовут Надежда. Чем я могу быть вам полезна? Мне нужны очки для отпуска. Ультрафиолет – главная опасность для наших глаз. Излучение влияет на роговицу и может вызвать ожог. Поэтому очки в первую очередь должны защищать от солнца. Как правило, степень защиты указывается на бирке. У нас есть специальный аппарат, который демонстрирует защиту от ОФ-лучей. 400 – степень защиты максимальная. Идеально подходит для отдыха в жарких странах. В городе подойдет показатель чуть меньше – 380. От бликов хороши очки с поляризацией. Это способность поглощать свет. Такие линзы спасают глаза на ярком солнце. Они блокируют и тем самым дают наибольший комфорт. Их рекомендовано как раз брать с собой в теплые страны, когда вы едете отдыхать. На поляризацию проверить очки легко. Делаем на телефоне белый экран. На его фоне стекла очков будут то светлые, то темные. Значит, поляризация есть. В оптике протестировать очки можно на специальном приборе. Цвет линз лучше выбирать черный или коричневый. Все, что касается розовых, голубых, они дают очень мало защиты на глаза. Красные, розовые, они вообще раздражают нервную систему. В качественных очках изображение должно быть более четким, чем без них. Даже если зрение стопроцентное. И цена на качество не влияет. Потому что можно купить и дорогие очки, но при этом у них не будет особо защиты. А можно купить и достаточно бюджетный вариант очков. И они будут прекрасно защищать глаза. При выборе очков нужно обратить внимание и на прочность конструкции. Тогда очки прослужат долго и надежно защитят глаза на ярком летнем солнце. Да, это то, что я искала. Если очки соответствуют всем нужным параметрам, а главное, подходят по внешнему виду, значит смело можно покупать. Поздравляем вас с покупкой. У вас прекрасный вкус. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова